В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры с 22 марта по 3 апреля открыта книжно-иллюстративная выставка «Две жизни Сергея Рахманинова». Наша выставка посвящена Сергею Васильевичу Рахманинову, гениальному русскому композитору, пианисту, дирижеру. Творчество Сергея Рахманинова принято условно делить на три периода – ранний, зрелый и поздний. Из ранних произведений наиболее значительным является его дипломная работа опера «Олега». Выделяются также симфоническая фантазия «Утес», музыкальные моменты для фортепиано и легическое трио памяти великого художника на смерть Чайковского. Первая симфония, премьера которой состоялась в 1897 году, была исполнена неудачно. Провал симфонии вызвал у Рахманинова глубокий и длительный душевный кризис. Несколько лет композитор ничего не сочинял, зато активизировалась его деятельность как пианиста и дирижера. Но творчество кризис был преодолен, и следующие полтора десятилетия стали самыми плодотворными его биографией. Были созданы такие шедевры, как «Кантата весна», симфоническая поэма «Остров мертвых», фортепианные сонаты и концерты, этюды картины, вокально-симфоническая поэма «Колокола», «Литургия» Иоанна Златоуста. Революцию 1917 года Рахманинов принял как труднейшее испытание для Отечества и как личную драму. Выехав на гастроли в Швецию, Рахманинов больше не вернулся на родину. Первые годы пребывания за границей композитор много музицирует. Концерты проходят с большим успехом. Во время войны композитор выступает в поддержку советской армии, дает благотворительные концерты. «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя», – писал Рахманинов. В течение жизни за рубежом Рахманинов создал всего шесть произведений, которые принадлежат к вершине русской и мировой музыки. Во всех произведениях этого времени слышатся на пево родного края грусть, печаль. На выставке книги, журналы, альбомы, музыкальные произведения составляют как бы летопись жизни и творчества великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова.